ну всем здрасте 717 сегодня я предлагаю немножечко поговорить про стек поговорить ну в общем несколько задач просто порешать чтобы прочувствовать зачем он нужен мы в прошлый раз так галопом написали его на указателях я надеюсь на семинарах вы его реализовали как-то самостоятельно посмотрели что это за указатель и если нет то и мы будем пользоваться такой реализацией в плюсах можно подключать библиотеки в которых написаны грубо говоря какие-то реализована какая-то какая-то функциональность то если вы хотите использовать просто пишите in include название библиотеки вот в этих уголых скобочках нашем случае это будет в нашем случае это будет стек так то есть это просто какая-то библиотека где реализован стек и теперь если мы хотим его использовать то мы можем например завести следующий мы можем завести написать следующим образом стек интов скажем с вот после этой строчки у нас появляется объект под названием с который хранит стек интов так ребят раз давайте без флуда в чате я его читаю чтобы на вопросы отвечать тут какой-то уже историки ты пошли не очень интересны насчет объект до который хранит стек интов я напомню что стекать такая штука которая умеет добавлять в конец и удалять из конца элемент ну в частности смотреть на последний элемент в стандартной библиотеке есть такие методы с . давайте так напишу int x равно с . топ круглые скобочки значит когда вы пишете с . топ с от названия от этого стека потом через точку метод топ с круглыми скобочками он просто возвращает последний элемент стека возвращает последний элемент стека дальше если мы хотим стек что-то добавить у нас есть команда . push с . push ну например 7 вот такая строчка добавить в конец нашего стека в конец нашей структурки число 7 добавить в конец семерку здесь можно передавать что угодно можно передавать число можно передать какую-то переменную значение функции значение арифметического выражения и так далее то здесь ну любой int до любое что-то что вычисляется до int а и наконец последняя команда с . pop это удалить верхний элемент стека удалить верхний элемент стека вот то есть все все вот эти вот функции до реализованы стандартной библиотеке вы подключаете нужный нужный там нужную библиотеку заводите объект нужного типа и все нужные функции у вас есть добавить добавить в конец удалить из конца и посмотреть на верхний элемент вот если у вас стек пустой а вы от него вызываете топ или поп то но это какое-то значит это уже должен вам на плюсах рассказывать что именно будет но грубо говоря это будет ошибка выполнения потому что нельзя если у вас так пустой в нем нельзя достать верхний элемент что то же самое в нем нельзя удалить после элемент просто потому что его нету так ну это недопустимая команды поэтому ваш в общем ваш код будет делать будет делать что-то не то но нельзя ожидать пустого но что что-то удалить поэтому вот здесь нужно аккуратно себя вести нельзя обращаться к пустому стеку для обращаться к пустому стеку то есть над пустым стеком такие команды проделывать нельзя но естественно даже на пустым вы не можете не не удалить последний не посмотреть на последний вот такая стандартная плюсова реализация которую ну который мы которым будем использовать по крайней мере сейчас там я не знаю то есть потребует ли от вас реализовывать это самостоятельно будет будет ли это в контесте по плюсам но как бы вот на лекциях ну и вообще да как бы в реальной жизни там вы это один раз написали поняли как это работает внутри но понятно что если вам нужен стек вы его наверное лучше возьмете стандартной библиотеки будете использовать что-то что уже до вас написано чем писать какие-то базовые алгоритмы самостоятельно да лучше использовать то что уже написано написано разработчиками языка так хорошо значит давайте первых задачи которые мы решим с помощью стека сегодня просто рассмотрим несколько применений на что что он имеет где это может быть нужно дан массив я буду говорить стать статический то есть массив к которому грубо говоря который не изменяется к которому нет запросов изменений вот все числа один раз написано больше никогда не поменяются дан статический массив 1 и так далее а n значит определим для любого и для каждого индекса определен свою функцию как максимальная же меньше чем и такое что а житая скажем больше чем а это иными словами вот если у нас есть последователь элементов мы находим самое правое число левее нас которое больше нас то есть вот здесь вот если есть а это мы смотрим на все что находится левее это вот это условие же меньше и и находим среди них самая правая которая больше нас можно такое это такое определение ну если такого же нет да если все кто находится левее нас нас меньше либо равны то тогда f мы положим скажем минус единицы если такого же нет то их это равно минус единицы давайте так договоримся то есть наша цель найти все значения f к найти f от единицы f от двойки и так далее f от n то есть для каждого элемента найти ближайший слева больше его для каждого и ближайший слева к нему то есть самый правый но по-прежнему левее который был бы больше а житая больше чем а и так ну понятно что здесь есть какой-то совсем простой алгоритм который ищет f вот просто по определению перебором всех же а просто мы делаем вложенный цикл позже меньше и проверяем вот это вот условие находим самое самое большое же для которого это выполнилось наивная реализация будет работать конечно за n квадрат наивно вот он квадрат на просто перебор же для любого и перебор же но это я замечаю не потому что это что-то полезное просто чтобы напомнить наше обозначение этому большое почему это у большой один квадрат ну вообще говоря вот такой вот код да если я напишу его как-нибудь перебор и да так от единицы на и договорился потом внутри перебор же от единицы среди тех которые меньше и ну и здесь я там выбираю правильная жида выбираю что если она если ожидать большим а это то нужно обновить наш наш ответ вообще говоря это работает примерно за ну типа n на и минус они пополам вот этот вот цикл работает вот эта пара вложенных циклов работы за n на и минусы пополам потому что ну при и равно единице вы сделаете 0 итерации в ложного цикла при и равно двойке вы сделайте одну итерацию потому что левее него только только одно число находится при равно тройке двойка и так далее вплоть до n минус 1 ну легко понять что сумму вот этих вот чисел сумма это n на и минус они пополам вот то есть вообще говоря такая пара вложенных циклов работает за и на и минусы пополам но в терминах у большого и даже терминах тета большого это будет просто n квадрат равно тета от n квадрат потому что ну давайте я скобки раскрою будет у меня n квадрат на 2 минус n пополам вот ну и понятно что вот эта вот штука здесь основной слагаемый тенн квадрат но и крат пополам а потому что это сильно мало по сравнению с n квадратом пополам и здесь просто происходит умножение на 2 чтобы получить на квадрат то здесь основной слагаемое такое и она с точностью до константа равно n квадрату вот поэтому мы работаем за тетатом в квадрате просто я повторяю обозначение наше так окей хорошо теперь хочется все-таки линейный алгоритм построить потому что это можно конечно но это не очень интересно давайте я напишу код который находит все эфки за линейное время ну то есть во всем массиве находится эфки за от н я заведу стек int of s дальше я прохожусь циклом так же как и здесь по всем моим элементам с первого по n в таком же порядке слева направо пока стек не пуст ну давайте давайте я так напишу тогда значит с . empty это булевская операция на булевский метод который возвращает true если только если метод пуст стек пуст извините то есть пока стек не пуст то есть флаг пустоты у него равен у лжи да не пуст собственно здесь это написано и от с . топ меньше либо равно а это ваш давайте сначала напишу потом объясню что это работает что это все значит если выполняется то с . поп вот так значит еще раз вот это вот значит что пока стек не пуст вот это вот два 2 ampersand означает и то есть должно выполняться это это ну а здесь написано что а с номером таким какой хранится в стопе да то есть верхний элемент стека не больше чем а это не большим текущий элемент мы его удаляем то есть мы из стека удаляем все элементы которые меньше либо равны текущего удаляем то есть пока верхний элемент стека меньше либо равен то мы его удаляем в стеке хранятся индексы элементов нашего массива и вот пока элемент с таким индексом не больше чем наш мы его удалим хорошо теперь если а теперь уже выставление эфки будет если с . empty если стек пуст ну или можно писать если эта штука вернула true да что действительно он пуст тогда я скажу что f от и равно минус единицы иначе f от и равно с . top то есть если стек оказался пуст то есть я удалил из стека все элементы которые были меньше на меня тогда понятно что ну f от и равно минус единицы я удалил всех меньших до всех меньше либо равных значит никого больше нет и он стал пуст значит никого больше нету то есть нет ни одного где было бы неравенство в нужную нам сторону ну а иначе иначе в стеке я удалял верхние элементы пока они были меньше либо равны меня вот сфер момент когда здесь неравенство стал таким то есть когда верхнем элемент стек а стал больше чем а это я собственно ну так и сделал что f это ссылает ну то есть равно номеру этого элемента с . top вот ну и в конце нужно сделать с . push и . push и все вот такой алгоритм начал пуст после этого всего идет так ну давайте давайте на кунте примеры рассмотрим как это работает так я хочу чего-нибудь по похитрее вот например такой пусть мой массив вот такой значит а первое а второе а третье а четвертое пятое шестое как работает мой алгоритм давайте я просто его как про эмулирую да все что здесь написано я здесь собственно реализую значит на первом шаге ну когда я такой с объявляю он будет по и по умолчанию пустой да значит изначально из куст вот так после того как я его завожу таким образом там неявно запускается конструктор по умолчанию базовый конструктор у стека пустой ночь пустой стак там ничего нет теперь когда я вхожу в цикл и равно единице считайте обработан и равно единице здесь сразу выполнять что с пуст да он изначально пуст значит с empty равно true и вот это вот условие не выполняется значит не в одну итерацию этого вайла я не войду вайл значит игнорируется и выполняется вот это с . mt равно true значит f это равно единице минус единица f первое равно минус единицы но пока все правильно есть у нас первой итерации то стек пуст и нужно сказать что значит ну левее меня никого нету значит f от единиц равно минус единицы так сделали теперь да и не забываем добавить в стек нашу единицу стеки будет просто единица лежать я буду так фигурных скобочках писать элементов в порядке от дна к ну кверху к топу теперь и равно двоечки пришла тройка смотрим на наш вайл здесь уже стек не пуст первое условие выполняется смотрим на второе а от с . топ должно быть не больше чем а это но с . топ это единица да поэтому здесь неравенство не выполняется мне хотелось бы чтобы было а первое меньше равно а второе но это неверно потому что тут 7 тут 3 да это неравенство неверно поэтому опять таки ни одна итерация вайла не выполнится здесь будет вот эта строчка f это равно источка топ f второе равно единице на все что верхний элемент из стека берется потом добавляется двойка 1,2 вот то есть в стеке у меня бы была вот эта семерка как бы ну номер этой семерки в массиве и она и будет первым элементом который больше чем 3 который находится ливенью приходит четверка здесь уже одна эта рация вайлы выполнится да у меня стек не пуст и выполнять вот это неравенство что а вот этим номером меньше равно текущего до 3 меньше на 4 поэтому я из стека удалю вот эту тройку то есть соответствие индекс 2 да у меня станет с равно единицы ну потом опять эта проверка в вайле выполнится но ни одна итерация не исполнится потому что потому что не будет выполняться вот это уже здесь будет семерка здесь четверка поэтому ничего не выполнится так после вайла будет стек такой поэтому f от 3 равно единица ну и опять стек добавляется в конец текущая и то есть тройка вот но в итоге да ночь когда четверка у меня будет f от 4 равно 3 вот сюда она будет показывать и в стек добавится просто сюда то есть файл не не из не исполнится вот один три четыре потому что четверка уже больше чем двойка дальше для пятерки я должен буду из стека удалить вот эти два индекса потому что они соответствуют двойки четверки которые меньше чем 5 да здесь будет две итерации вайла соответственно это и это удалится из стека и пятерка будет ссылаться на семерку f от пятого индекса равно единице после этого в стеке будет единица и пятерка обращаю внимание что вот эта пятерка это индекс да они значения то есть тут так совпало что у них индекс значения одинаково ну и наконец когда обрабатывается и равно 6 у меня я смотрю на этот стек удаляю все элементы пока они будут меньше на десяти но здесь оба элемента меньше десяти что 5 что 7 поэтому я их оба удалю из стека выполнится условие что стек пуст и f от шестерки будет минус единица в итоге в конце в стеке будет только это самое 6 одна последняя десятка так ну и понятно что у меня как раз таки все все фки будет правильно посчитаны вот но надо теперь понять почему это верно что почему действительно я для каждого и найду правильное значение f от и смотрите утверждение после выполнения и ты итерации цикла после выполнения итерации цикла for в стеки лежат числа ну в стеке с лежат числа и f от и f от и ф от и так далее вплоть до ну вот пока они не минус единица да пока не равно минус единица это будет начало стека то есть тут ну по сравнению с тем что я писал на той доске я инвертировал порядок да то есть вот это первый элемент это второй или то есть топовый элемент тот который наверху стояка лежит это как бы второй сверху это третий сверху и так далее то есть лежит последняя и шка и все вот эти вот и и скачки по f да тот кто левее нее больше нее левее этого числа больше и так далее значит ну доказательства можно сделать ну типа типа индукции по по и без кавычек да это все таки наверное верно смотрите значит меня в стеке я предлагаю что после этого ну база база да надо всегда сказать база и равно единица когда у меня выполнить выполню столько первая итерация фора меня понятно что вайл проигнорировался потому что стек был пуст здесь стать не меняется здесь в конце с push единица база и равно единице в стеке будет лежать только единица собственно что нам и нужно до последнее то есть топовый элемент в стеке это и а потом все его многократные применение в ки пока не дойдем на минус единицы Но первое же применение f-ки дает минус единицу, которую мы сюда не записываем. Значит, база выполняется. Так, перейдем сюда. Ну, переход. Значит, пусть после итерации for, после и минус первой итерации for у меня в стеке лежит, ну, давайте я его инвертирую, да, что-то там, f от f от и минус 1, то есть напишу вот в таком же виде фигурных скобочках, f от и минус 1, и минус 1. То есть топовый элемент это и минус 1, потом f от него, f от f от него и так далее. Как работает наш тогда for? Давайте сначала я нарисую такой графичек неформальный того, что у нас лежит в стеке. Так, значит, вот здесь вот и минус 1, вот здесь я буду откладывать а от, ну, короче, а, то есть здесь будет а и минус 1. Затем здесь предыдущий элемент f от и минус 1. Это, соответственно, а с индексом f от и минус 1. Еще предпредыдущий это f от f от и минус 1. Да, значит, здесь значение а с индексом f от f от и минус 1. Ну и так далее. То есть я весь стек могу вот так вот нарисовать, да, по оси x-ов я откладываю индекс, по оси y-ов я откладываю значение вот а с таким индексом. У меня получается такая, как бы, ну, убывающая, что ли, функция. То есть как-то вот так вот эти точки расположены, потому что у меня вот последняя точка – это и минус 1. Затем предыдущая, она находится левее и выше, потому что у нее индекс меньше, но значение больше. Да, вот если это и минус 1, это f от и минус 1, то f от и минус 1 находится левее, а а с таким индексом больше. Ну вот, потому что здесь написано. f от f от него будет еще левее и выше, еще левее и выше и так далее. То есть вот у меня есть такая, как бы, ну, убывающая функция, условно говоря, из таких точечек. Теперь давайте поймем, как работает наша итерация цикла, цикла for. Вот у меня есть такой графичек, приходит новая аитоя. Давайте я его где-то расположу на этом графике. Вот это i, здесь где-то будет аитоя. Тогда, смотрите, я буду идти по вот этому графику справа налево и удалять последние элементы, пока они меньше либо равны аитова. А вот тут написано, пока верхний элемент по значению меньше либо равен аитова, я его удаляю. Значит, вот этот удалится, вот этот удалится, ну, а этот уже останется, да, неизменным. То есть он останется в стеке, и все остальное, что выше него, тоже останется. И в конец стека добавится вот это вот новое число, ну, новое i, которое соответствует имиксу аитоя. Короче говоря, у меня был какой-то вот такой вот график убывающий. Пришла новая точка. Я от него, значит, я прожжу такую прямую, отбрасываю все, что лежит ниже нее, и мой график вот становится таким. Ну, понятно, что это, что, значит, сейчас поймем, почему это все верно, почему все это верно работает. Значит, смотрите. Вот есть аитоя, есть аи минус первая. Если неравенство выполняется вот такое, да, то понятно, что это число только меньше, чем аитоя, значит, оно, ну, не дает нужного мне жи. Теперь, давайте, сейчас надо нарисовать. Вот смотрите, вот есть аитоя, есть какое-то ажитое, для которого я знаю, что ажитое больше, меньше либо равно, чем аитоя. Пусть есть еще а с индексом f от g. Тогда я утверждаю, что вот в этом вот отрезке, от f житое до g, явно не лежит наш ответ, не лежит f и тоя. Потому что, если это число меньше, чем аитоя, меньше либо равно, чем аитоя, то все вот здесь, вот в этом, ну, в этом интервале между аф житое и ажитое, они будут меньше набраны, чем ажитое. Все здесь меньше, чем ажитое, потому что вот это первое больше, чем ажитое. Значит, здесь посерединке все меньше либо равны. А раз они здесь меньше, чем ажитое, а ажитое еще меньше, чем аитое, то, значит, здесь все, кто лежит, тоже меньше, чем аитое. А мне такие неинтересны. Поэтому, грубо говоря, мне, вот если я нашел какое-то ажитое, которое меньше меня, то мне достаточно прыгать по стрелочкам, по вот этим вот f-кам, потому что все внутри будут еще, ну, будут меньше либо равны, чем аитое. Собственно, это здесь и происходит. Я вот смотрю на предыдущего, да, на своего соседа слева, аитое, аи минус первое. Смотрю на него. Если он меньше, то мне нужно от него прыгнуть по стрелочке. Окей, прыгнул. Если и этот меньше, то нужно от него прыгнуть по стрелочке. Прыгнул и удалил. Ну и так далее делаю, пока вот этот новый элемент не будет больше, чем а и т. Собственно, ровно это там и написано. Мы храним вот такой вот стэк и удаляем элемент, пока он меньше равен, чем вот новая добавленная а и т. Значит, это все удалится, да? И в итоге мы назначим f от i, это s.top. Первый элемент, верхний элемент стэка, который останется и будет нашим назначением f и т. А после него мы пушбэк, мы добавим в стэк а и т по строчке s.push.i. Ну и все, значит, в моем стэке действительно опять будет такая убывающая графика, у которого там что-то отбросили, но все равно следующая точка находится правее и ниже. Вот. Все, значит, утверждение доказано, что здесь всегда, ну то есть здесь будет i, вот это i, это f от него, это f от f от него и так далее. То есть утверждение доказано. И более того, мы поняли, что мы действительно храним, ну собственно да, это утверждение нам доказано, нам достаточно для корректности, потому что, ну потому что если здесь сверху лежит i, а под ним лежит f и т, то, соответственно, вот эти вот строчки и насчитывают наше правильное значение f, которое нам нужно вывести. То есть если в стэке лежит i, f и т, то ответ, собственно, тут у меня везде не написан. После каждой итерации у меня лежит i, а под ним лежит, собственно, значение, ну ответ на задачу для i, для этой точки. Вот такой алгоритм. Корректность понятна? Кайф. Ну все, осталось понять, почему это работает за линию. Ну потому что, смотрите, мы сколько-то раз будем попать из стэка, удалять последний элемент, сколько-то раз будем пушить, добавлять элемент. Понятно, что пушей будет ровно n. Ровно n, потому что каждая i от 1 до n по одному разу сюда добавилась. Но тогда и попов должно быть не больше, чем n. Удалений не больше n. Потому что если всего добавлений было n, то удалить, да, я не... Так, сейчас отвечу. Сейчас, секунду. То есть если было n добавлений, то поскольку поп удаляет имеющийся элемент, да, я не могу удалить больше, чем я добавил. Значит удалений будет не больше, чем n. То есть вообще говоря, вот этот while при каждом конкретном i может работать там достаточно долго. Здесь может быть несколько итераций выполнится. Но суммарно, суммарно все эти while работают столько же, сколько удалений. Удалений не больше, чем n. Значит суммарно у меня будет время работы всего алгоритма o от n. Ну точнее там t от n, да. Но для нас важна оценка сверху, поэтому я тету буду игнорировать, буду писать только o большое. Как это доказательство записывается в достаточно формальном виде, чтобы он удовлетворял требованиям к нашим дз. Я не знаю, какие у вас требования к дз, то есть мы особо за формализмом не гонимся. И в теоретических домашках тоже там будет устная сдача, и там семинаристы не будут вас спросить вывести, короче, все максимально формально. Ну это вполне достаточно. То есть мы просто сформулировали, как выглядит наш стэк, что это вот такой вот график, да, что, ну или вот так, что последняя точка это i, предпоследняя это f и предпоследняя f от f от i. То есть мы, значит, утверждаем, что структура стэка всегда такая. Доказываем это, ну вроде достаточно формально, то есть мы добавили новый элемент. Из стэка, ну вот, короче, вроде все, что я сказал, это достаточно формально, поэтому... Окей, формально и не нужно, вот так скажем, и на этом я закончу объяснение. Так, окей, есть вопросы? Нету. Хорошо. Теперь давайте сделаем простую штуку сначала. Поддержка минимума в стэке и очередь на двух стэках. Все, значит, эту задачу мы решили за линию, для каждой точки нашли ближайший слева больший. Ну, там, не знаю, задача 2, можно сказать. Поддержка минимума в стэке. Значит, я хочу просто в стэк уметь делать все наши обычные операции, добавить, удалить и посмотреть на верхний, а также узнать минимум среди всех элементов стэка. То есть наши обычные операции push, pop, top, а еще, ну, min я ее назову, да, это вывести самое маленькое число из всех значений, которые есть в стэке. Вывести минимум среди всего, что есть в стэке. Среди всех значений в стэке. Ну, просто надо научиться поддерживать одну операцию. Решение будет очень простое. Давайте мы будем хранить, вот давайте я нарисую такую корзиночку, как я когда-то рисовал стэк. Я сюда сверху складываю кирпичики, да, и достаю их тоже сверху. Так вот, давайте я буду хранить в каждом кирпичике не только его значения, но и минимум под ним. Минимум среди всех значений, которые жат под ним. Например, если я добавляю значения 5, 4, 10, 1, то, ну, значит, это давайте там value, значение, да, а здесь будет храниться минимумы. То минимум здесь будет пятерка, здесь четверка, здесь четверка, здесь единица. Если бы это 7, то здесь тоже 1. То есть просто каждый раз, когда я добавляю новое число, я буду хранить также минимум вместе, вместе с самим значением. Можно это, например, рисовать так. Можно написать стэк на парах. Стэк pair int int s. Значит, здесь в угловых скобках я написал int int. Это пара, да, это как бы объект, который хранит целое число и целое число. Это вот в одних угловых скобках. Ну, а дальше в еще угловых скобках стэк вот с таким вот типом. То есть у меня объектом теперь будет, ну, кирпичиком элементарным, будет не только value, да, не только значение кирпичика, но и минимум всех элементов под ним. Ну, окей, значит, теперь надо просто понять, как это все обрабатывать. Вот пусть, например, мне приходит операция push. Push какой-нибудь x. Нужно в стэк добавить новое число x. И у меня здесь кто-то есть. Например, здесь есть какой-то value, да, и минимум. То есть здесь последний кирпичик – это какое-то число, но мы знаем, что минимум вот всего, что есть сейчас в стэке – это min. Тогда как нужно, какой нужно добавить здесь кирпичик? Value у него будет x, а минимум – это минимум из, ну, как бы минимума, как бы это плохо не выглядело, x. То есть давайте я все-таки назову минимум как-нибудь y. Вот это вот, да, будет y. y – это минимум в стэке, ну, вот минимум в стэке на вот этот момент времени. Теперь, когда я добавляю x, что такое минимум во всем стэке? Это либо старое значение минимума, да, либо новое. Просто нужно взять из них минимум. Ну и, собственно, все. Я тогда, вместо того, чтобы добавить только x, я запомню также минимум во всем этом стэке, который легко высчитывается, либо одного значения, либо старое. Теперь, значит, это мы push обработали, да. Если под ним кто-то есть, нужно просто взять минимум из того, что из старого минимума и нового. Если под ним никого нету, то нужно просто добавить пару xx. Да, значение равно минимуму, если стэк был пустой. Pop – это просто удалить верхний элемент, потому что я удалю верхний элемент, и у меня уже опять хранится минимум под ним. Когда вот это удалится в следующий момент времени, например, у меня минимум в стэке опять будет корректно вот здесь храниться, потому что y было минимально среди всех значений вот под этим кирпичиком. То есть как раз все, что есть в стэке, минимальное значение будет лежать в y. Поэтому Pop – это тот же самый Pop, просто нужно удалить последний элемент. Top – ну это понятно, да, верхний кирпичик у нас есть, лежит всегда. А минимум – это просто нужно посмотреть на вот это вот второе поле, ну на y в верхнем элементе стэка. Вот так. Есть вопросы по тому, как это произошло? Так, хорошо, давайте тогда сейчас даем перерыв на 5 минут и продолжим. Третье – это очередь и, значит, наша задача, очередь и поддержка минимума в очереди. Поддержка минимума в очереди. Значит, очередь во многом похожа на стэк, только мы, ну, как работает очередь в хорошей поликлинике. У вас есть, значит, набор людей, у вас обслуживается первый, да, и в конец, ну, приходят какие-то новые пациенты. В хороший, потому что, конечно, не так, да, там как-то бывает иногда меняется порядок людей. Вот, ну вот в правильной очереди, да, есть просто некий порядок, обслуживается первый, голова-очередь так называемая. Это, значит, ну, ну, грубо говоря, первый удаляемый элемент из очереди – это голова-очередь, тот, кто пришел раньше всех, а, наоборот, добавление в хвост, в те, кто новые, они становятся в конец очереди. Значит, здесь опять, то есть у нас очень похоже на стэк, только здесь будет удаление не с конца, не с тех, кто только что пришел, а, наоборот, с тех, кто пришел раньше всех. Значит, какие здесь операции мы должны уметь поддерживать? Во-первых, это добавить в конец, да, добавить элемент в конец очереди. Ну, то есть пришел пациент, мы его говорим, что вот вы последний, позже всех обслужитесь. Ну, удалить, там, посмотреть или удалить. Элемент из начала очереди. Элемент из начала. Ну, тот, кто раньше всех пришел, да, на него можно посмотреть, просто вывести его значение, либо просто его обслужить и отпустить. Вот, значит, опять-таки есть библиотека, это, которая реализует очередь, значит, здесь Q, QE, UE такое слово, и пишется очень похоже, да, значит, stdq, скажем, intов, и методы, какие здесь есть. Добавить в конец тоже push, так же, как в стэке, ну, .push, какой-нибудь семерка, да, название очереди, .push, а в скобочках то, что мы добавляем. Посмотреть — это точка front. Аналог у нас была точка top, да, это посмотреть верхний элемент, просто вывести значение верхнего элемента. Здесь точка front — это значение, как бы, первого элемента. Первого элемента очереди, тот, кто пришел раньше всех. Ну, а удалить тоже точка pop. Удалить верхний элемент из очереди. Все, то есть здесь очень-очень похожий синтаксис. Единственное, в чем отличие, это вместо топа здесь будет написан front. Да, верхний элемент очереди будет называться front, а не top. Вот. Опять-таки есть какая-то стандартная реализация в плюсах, да, которая все это умеет делать. Но мы можем реализовать очередь с помощью двух стэков. Очередь на двух стэках. Вообще говоря, то есть это, ну, то есть само по себе это довольно бессмысленное занятие, да, у нас есть стэк, ну, разве что, если мы, если мы как-то руками все это пишем, и мы реализовали свой стэк как-нибудь на указателях, и мы не хотим все это переписывать, нам лень, мы не хотим делать свою очередь, да, мы, у нас есть вот какая-то обертка, которая реализует стэк, и мы хотим, используя стэк, сделать очередь. Ну, вообще говоря, если у вас есть библиотечная эта штука, то довольно бессмысленно все это. Но, тем не менее, нам это будет полезно для поддержки минимума. Мы умеем поддерживать стэк в, пардон, минимум в стэке, сейчас научимся в очереди. Но сначала очередь на двух стэках. Заведем два стэка. Давайте мы его назовем дел. Первый стэк. Второй стэк назовем add. Значит, здесь будут удаляемые элементы. Ну, то есть отсюда происходит удаление элементов, а сюда добавление. Сюда добавление. Так, значит, как работает push? Push в очередь. Ну, давайте, да, в очередь. Просто push в стэк added. Просто push в added. То есть есть специальный стэк, в который я буду все сваливать. Если мне приходит запрос push, да, если нужно в очередь что-то добавить, то вместо добавления в очередь я его добавлю вот в этот второй стэк, который называется added, куда я буду все скидывать. Ну, смотрите, операции front и pop, они более-менее одинаковы. Это вот посмотреть на верхний элемент. Давайте я поэтому буду реализовывать только pop, потому что они очень похожи. Значит, как сделать pop в очереди? Пункт а. Если дел не пуст, тогда нужно просто сделать дел.pop. Отсюда будет происходить удаление. Собственно, да, мы, если мне нужно что-то удалить, я отсюда это удаление и делаю. Если он, конечно, не пуст. Если же он пуст, то мы переложим все, что находится в added, в del. Переложить все из added в del. Значит, как это сделать? Ну, простым вайлом. Пока added не пуст. Давайте я вот так уже напишу. Неверно, что added пуст. Если писать восклицательный знак перед булевским значением, то он инвертируется, да? То есть, если здесь было true, то здесь будет false, то есть, пока неверно, что он пуст. Если здесь было, наоборот, false, да, то есть, он был не пуст, то отрицание будет как раз верно, да? Верно, что он не пуст. Так, кажется, я повторился. Короче, восклицательный знак – это отрицание. Пока неверно, что он пуст. Мы берем первый элемент. Удаляем его оттуда. И добавляем его в del. del.pushx. Все, ну, короче, вот просто по одному кирпичку берем и перекладываем. Первый, значит, то есть верхний переложили, тот, кто был вторым, переложили, третий переложили и так далее. Вот так вот просто сверху достаем, да, и перекладываем. Очень просто. Достали верхний, удалили и положили его в del. Так вот, если он был пуст, мы полностью переложили added. Да, давайте я здесь добавлю, ну, все, да? Важное слово, что я просто все содержимое прикладываю и вернуться к пункту A. Все переложил. Все, что было в add, то есть все, как бы, вот эти вот запросы добавления, вот эти push-и я сюда переложил. И, значит, ну, у меня уже теперь del явно не пуст, раз я туда все переложил. И, значит, я из него делаю просто pop, когда мне нужно удалить верхний элемент. Так, ну, вот такая реализация. Значит, почему это вообще корректно? Почему у меня pop-ы действительно будут удалять, ну, то есть вот эти франты, когда будет запрос к верхнему элементу, они будут смотреть на, ну, на то, что нужно, да, на первый добавленный неудаленный элемент. Первый элемент в очереди, который еще не был удален. Ну, давайте как-нибудь промоделируем. Вот пусть там несколько push-ей вначале, там push-x, y, z. Вот мы их запушили. Теперь нужно посмотреть на то, что на front, да, на первый элемент. В deli push-то, поэтому я все, весь это сюда перекладываю. То есть, ну, давайте я уточню, что push-и происходили в порядке x, y, z. То есть у меня в очереди первый x, потом второй y, третий z. А в стейке у меня наоборот, да, верхний z, под ним y, под ним x. Но смотрите, когда я перекладываю, я как бы инвертирую порядок. Да, я z кладу на самое дно, достаю y, кладу его чуть выше, наконец кладу x самым верхним. То есть, вот, ну, трюк в том, что когда я перекладываю из edda в del, я инвертирую вот этот порядок, да, сейчас я вверх положу то, что лежало здесь на самом дне. А на дне лежало как раз-таки то, что было добавлено раньше всего. То есть здесь действительно первым будет лежать всегда то, что лежит, ну, то, что лежало здесь на дне, то есть было добавлено раньше всего. Ну и все. То есть я вот дважды, то есть я дважды, условно говоря, инвертирую порядок, да, добавлял сверху, потом их опять-таки, ну, вот в этом порядке перекидываю из edda в del. Я опять, то есть у меня здесь нарушился порядок, да, сверху, ну, снизу вверх встал. Потом я его опять обращаю, разворачиваю, да, у меня получается, что сверху лежит то, что нужно. Это все удаляется. Вот. Значит, действительно, в del'е в каждый момент времени, если верхний момент есть, то оно, ну, это и есть то, что, значит, front в очереди. Вот. Ну, отлично. Осталось понять, как быстро это работает. То есть здесь опять-таки, здесь опять, ну, проблема в том, что каждая конкретная итерация, вот, например, вот это второе, второе действие, может работать довольно долго, потому что здесь длинный какой-то вайл, полное перекладывание всего, что было в эдде, перекладывание в del. Вполне возможно, что одно такое действие, одно выполнение этого поп, оно может работать довольно долго. А если у вас, ну, там, представьте, что у вас первые кучи операций были push, а потом пришел один поп, и вам нужно все эти push-и переложить из эда в del. Да, то есть это много действий, все, что было до этого, нужно переложить. Ну, ничего страшного, опять логика такая же, да? Посмотрим на историю поведения одного элемента, какого-нибудь t. Он сначала поместился куда-то сюда, push, да? Потом он когда-то переместился в стек del, и потом когда-то отсюда удалится. То есть с одним элементом мы делаем всего, ну, типа, три максимума действия. Положить сюда, положить сюда и удалить. Вот, значит, каждый элемент, да, у нас требует максимум трех действий. Значит, суммарно, суммарно, если у меня всего было таких n элементов, которые я добавляю, суммарно я буду работать, типа, там, за 3n. Ну, это какая-то оценка, какая-то оценка на количество действий над каждым элементом. То есть еще раз, да, каждая конкретная операция может работать долго, но суммарно это все будет работать за линейное время. То есть если, если к очереди было n запросов, то все они обработаются за от n. Все они обработаются за от n. Понятно? Вот такая простая реализация очереди на двух стеках. Просто, значит, в первый складываем, а из второго из второго удаляем. Так. Ну и когда у меня есть такая реализация очереди на двух стеках, я могу перенести просто вот то, что я только что стер, поддержка минимума. Я умею поддерживать минимум здесь, умею поддерживать минимум здесь. Ну, значит, если я в обоих стеках могу поддерживать минимум, а суммарно, да, как бы в... Ну, надо еще заметить такой вариант, что... Так, как бы это сформулировать? Ну, грубо говоря, что если я посмотрю на все элементы, которые лежат в add и в del, это, грубо говоря, все содержимое моей очереди в каком-то кривом порядке, но все элементы, которые были в очереди, лежат хотя бы в одном из этих двух стеков. Ну, точнее, ровно в одном из них. В модуле... В модуле очереди тоже у от N. А, вот это я не знаю, к сожалению. Я небольшой специалист, потому что что написано? Значит, меня спрашивают, вот я тут писал, include, да? вопрос, правда ли, что там тоже за... В смысле? Нет. Ну, понятно, что там линейное время. Я не знаю, есть ли там вот эта вот амортизация, то есть, ну, есть ли там тяжелая операция. То есть здесь бывает тяжелая операция, но их мало. Но вообще, конечно, работает за линию. И в библиотеке, конечно, тоже это работает максимально эффективно. Единственное, возможно, там даже реализовано так, что каждая операция работает чисто за вот единицу. Не в среднем, ну, вот не амортизировано, что бывает тяжелое, бывают легкие, но в среднем типа их мало. То есть в среднем мало действий. Возможно, там реализовано так, что каждая операция легкая. Ну, то есть, просто другая реализация какая-то там есть. Ну, например, у нас в стеке мы можем это за вот единицы сделать на односвертном списке. Там каждая операция за вот единицу делается. Также на очередь точно так же делается за... от единицу на каждое действие. Так вот, что я хочу написать. Элементы очереди равно элементы в объединении стеков add и del. То есть, если у меня какой-то элемент был в очереди, то он лежит либо в add, либо в del. То есть, либо я его добавил, ну, еще не переложил, либо уже успел переложить из этого в del. Тогда минимум в очереди минимум в очереди равно минимум из минимума в add и минимума в del. Ну, у меня все элементы очереди разбиты между двумя стеками. Те, которые я только добавил и те, которые я уже успел перенести в del. в каждом стеке я могу поддерживать минимум. Мы уже это обсудили. Да, если я в обоих стеках поддерживаю минимум, то минимум во всей очереди это наименьший из этих двух минимумов. Понятно? Отлично. Ну, и так, как бы, мораль какая у этого всего, да? Если вы для какой-то структуры, ну, или там вообще для чего-то умеете что-то поддерживать или там решать какую-то задачу, да, поддерживать минимум в стеке, и вы можете некую другую структуру реализовать через нее, да, вот на двух стеках, например, реализовать очередь. То есть, грубо говоря, вы сводите задачу о поддержке очереди к задаче о поддержке стеков. То есть, эта задача, ну, ее можно решить через поддержку стеков. Поэтому и поддержку минимумов тоже можно решить через поддержку, поддержку минимумов в очереди, через поддержку минимумов в стеках. Вот. Если для того уже есть какой-то функционал, то вы просто, значит, ну, его переиспользуете, да, и на стеках, то есть, очередь на двух стеках делаете и побеждаете. Так. Отлично. Ну, давайте я задачу оставлю на семинар того, зачем нам нужно поддерживать минимум в очереди. Сформулирую ее просто пока что на семинаре, ее надо будет разобрать. Значит, есть строка из символов, открывающих и закрывающих круглых скобок. Ну, что такое PSP, вы же знаете, да, правильная скобочная последовательность у вас должна была быть на каком-нибудь матлоге. Ну, длины N. Пусть эта строка имеет длину N. Надо определить, сколько ее подстрок длины K являются PSP-шками. Длины K являются PSP-шками, правильными скобочными последовательностями. То есть у вас есть какая-то длинная строка длины N. Вы рассмотрите все ее короткие подстройки длины K. Вот это длины K, вот это K, вот это K. Ну, короче, все K подрастающих символов рассматривайте, и вам нужно для каждой из них сказать, является ли она правильной скобочной последовательностью. Вот, но здесь нужно вспомнить, да, определение через балансы, через скобочные балансы, что на каждом префиксе должно быть не отрицательно, а в начале и в конце должно быть ноль. Ну, и вот, короче, вы, грубо говоря, идете очередью по вот этому вот, по этой строке, да, вы добавили, то есть добавили новый символ, удалили старый. Добавили новый, удалили старый, вот таким окошечком двигаетесь, и вам там нужно как-то с помощью минимума это сделать. Так, можно ли, наоборот, стек реализовать через дверь или более очереди? Я не знаю, я не задумался над этим. Давайте я дома подумаю, если придумаю, то включу это в семинар и скажу, что на это можно посмотреть. Это хороший вопрос, я, честно, никогда не задумался. Давайте запишу. Так, стек через очереди. Окей. Так, опускаю и поискознанчиваю. Хорошо. Вот такую штуку мы еще умеем делать, да, и посмотрим на это повнимательнее когда-нибудь потом. Круто. Еще давайте применение стека. Раз мы уже заговорили про правильные скобочные последовательности, давайте мы посмотрим на правильные скобочные последовательности с двумя типами скобок. Так, задача 4. PSP с двумя типами скобок. Ну, индуктивное определение здесь будет точно такое же, да, значит, первое, пустая строка – это PSP. Второе, если S – это PSP, то ее можно заключить в круглые скобки, а можно в квадратные. То есть это PSP, и в квадратных скобочках это тоже PSP. Ну, там, если хочется, можно в фигурные треугольники какие угодно скобки заключать. Ну, и третье, если у вас есть S1, S2 PSP-шки, то их конкатенация, то есть записывание подряд, тоже PSP. Что? Был же у вас такое, да, что-то? Ну, реально как-то. Так, ну, по крайней мере, понятно, что здесь написано? Хорошо. Так, ну, то есть даже если не было, то должно быть читабельно. Вот, ну, какие-нибудь примерчики, да? Примеры. Вот такая вот штука – это PSP. А вот такая вот штука – это не PSP. Ну, понятно, тут красивенько, тут нет. Да, как бы мы идем, тут нужно закрыть квадратную, а здесь как бы круглая вот с этой закрылась. Короче, тут некрасиво. Вот. Нам нужно, ну, там, совсем простая задача, да, это по строке понять, является ли она правильной скобочной последовательностью. По строке из, значит, таких вот символов, да, скобочек четырех видов, определить является ли она PSP. Определить. Является ли она правильной скобочной последовательностью. Так, ну, давайте сделаем следующее. Давайте по строке S. Давайте будем идти по строке слева направо и поддерживать стек незакрытых открывающих скобок. Вот идем слева направо, вот это открылось, вот это открылось, да, пока что их обе храним в каком-нибудь стеке. Теперь приходит закрывающая, и понятно, что первая незакрытая скобка, она должна быть вот ровно квадратной. Да, верх нашего стека должен быть квадратный. Собственно, так и получается, да, что верх стека будет квадратная. Он закрылся, поэтому я его могу удалить. Он закрылся, да, спарился с кем-то, я его выкидываю из стека. Теперь в стеке осталось только круглая. Приходит круглая закрывающая, я ее с ней парю, да, и, собственно, выбрасываю из стека. Да. Значит, алгоритм будет такой. Значит, ну пусть S, кстати говоря, да, опять-таки, знакомимся с новым классом. Include string. Строки. Есть в плюсах. Ну, это просто последовательность символов. Если у нас вот есть, значит, ну, открывающие-закрывающие скобочки, квадратные и круглые, то их можно, ну, как бы, как элементы, да, просто, ну, вот, на клавиатуре вы уже можете впечатать такое и такое. Собственно, это можно хранить как последовательность символов. Значит, std. Что такое std://? Это к мещере, ну, я не знаю, ну, вот, короче, так можно писать. Либо можно, либо можно написать, там, ну, возможно, закомы, using namespace std где-то выше, тогда вот это вот std:// можно опускать. Но говорят, я как бы не эксперт, я не занимаюсь промышленным программированием, ну, вот, что лучше, что лучше, то есть, вот эти вот встроенные, встроенные типы, которые лежат в каких-то библиотечных файлах, да, их лучше явно вводить через std://, то есть, не загружать вообще все, что там есть, а вот честно каждый раз заново писать std://. Неважно. Это уже технические детали. Совсем нам неинтересны. Вот есть строка, которую я как-то считал, да, считывание. Считал s. Ага. Я хочу создать стэк под названием s, но у меня не получится, поэтому придется какое-то другое название придумывать. st пусть будет. Здесь тип char. Char это, ну, вот, типа символы, да, символы, там, всякие буковки, циферки, и вот всякие эти тоже скобочки, в общем, все возможные адские символы. Так, пространство имен. Ну, вот видите, вы лучше меня знаете. То есть, я тоже знаю такое слово сочетание, но я не знаю, что это значит. Пространство имен. Это значит, к другим людям. Так вот. Ну, чего, обрабатываем. От нуля до размера строки s. Ну, то есть, ну, вот. В плюсах все намерет с нуля, поэтому даже и наша строка тоже, у нее первый символ будет нулевой, второй будет первый и так далее. Какая будет здесь обработка? В зависимости от того, какой пришел символ. Если пошла открывающая скобка, то это новая открывающая, незапаренная скобка, мне нужно ее просто добавить в степ. Значит, если s и t равно открывающей скобке, вот в таких одинарных кавычках мы символы пишем, или s и t равно закрывающей скобке. А вот это, вот это просто булевское или. Как вот тут я писал когда-то и, 2 амперсанта, shift 7, кажется, то это, типа, shift где-то справа, а это будет или. Тоже 2 вертикальные палочки, просто будет логическое или. Так вот, пардон, да, глупость написана. Открывающая, открывающая квадратная. Если пришла открывающая, то просто ее нужно пихнуть в начало стека. st push s и t. Пришла новая незапаренная скобка, ее нужно добавить. Иначе пришла закрывающая, и мне нужно, как бы, мне нужно, чтобы верхний элемент стека с ней спарился. Спарился с тем, кто только что пришел. Ну, я как-нибудь здесь совсем по-гоблински напишу. Значит, если s и t, ну, давайте сразу, да, если st.empty, то есть если пришел, если пришла закрывающая скобка, у меня в стеке ничего нету, да, и все открывающие уже с кем-то спарены, тогда, конечно, я уже проигрываю. Мне нужно закрыть, но нельзя, да, как бы, не с кем ее запарить. Так, тогда нужно, ну, там, не знаю, seout какой-нибудь проиграли. То есть эта строка не является PSP-шкой. И можно просто делать return 0. Закончить выполнение программы. Дальше ничего не исполняют. Мы поняли, что она уже неправильная, и бог с ней. Так, иначе, значит, в стеке кто-то есть, и нужно проверить, что в стеке лежит правильно, ну, того же типа, того же типа скобка. Значит, если s и t равно закрывающей скобке, и st.top равно открывающей квадратной. Тогда опять это плохо, и нужно сделать вот это вот, то же самое, да. Мы как бы ожидаем закрытие квадратной, но нам пришла закрывающая круглая. Поэтому нужно опять говорить, что мы проиграли, и вернуть 0. Ну, и, наконец, последний if. Если пришла закрывающая квадратная, но в стеке последняя лежит круглая, так, то опять-таки это же самое условие. Мы сломались, да? Ну, и все. Ну, здесь можно, ну, короче, неважно. Можно так. В общем, тут, да, я говорю, что я пишу как-то просто, что первое в голову пришло. Можно, конечно, это оптимально писать. Так вот, и в конце нужно делать просто step.pop, потому что в хорошем случае, когда вот это не выполнилось, и это не выполнилось, то есть типы у скобок, у вот пришедшей скобки и верхней скобки в стеке совпали. Да, либо это круглая, и это круглая, либо это квадратная, и это квадратная. Тогда нужно просто ее удалить, мы ее спарили, да, и стека удаляем. Вот, все. Ну, и в конце нужно вывести true, то есть вывести, что мы победили, если стек пустой. Ну, здесь я уже, давайте, словами напишу, в конце проверю, что стек пуст. Ну, потому что если этого не проверять, то, например, вот такая вот строка будет считаться PSP-шкой, просто открывающая скобка, да, мы ее добавили, но она как бы ни с кем не запарилась. Поэтому это плохо, да, нам нужно проверить пустоту стека. Вот, ну, такой довольно, довольно интуитивно понятный алгоритм. Мы просто идем слева направо, поддерживаем все незакрытые, все незакрытые скобки, ну, вот в том же порядке, в котором мы их прошли. И, как бы, когда приходит закрывающий, мы ее должны спарить с тем, кто вот лежит на вершине стека, st.top. Так, ну, вообще говоря, здесь нужно, конечно, наказать корректность этого всего, да, то есть почему мы решили, что это действительно, что на всех PSP-шках мы выведем правильный ответ, и наоборот, если мы вывели win, да, если мы посчитали, что, если мы таким алгоритмом посчитали, что строка является PSP-шкой, почему она действительно PSP-шка? Ну, здесь, давайте я пару слов скажу, сильно в детали вдаваться не буду. Значит, почему, если PSP-шка, то мы вывели win, то наш алгоритм посчитает все верно. Индукция по построению, индукция по, ну, вот, PSP-шка у нас была какая-то t, давайте ее назову, по построению t. База, как всегда, epsilon, все окей, да, если у нас пустое слово, то нам ничего обрабатывать не нужно, этот цикл даже не выполнится, в конце будет пустой стэк, все хорошо. Значит, пустая строка у меня примется, будет посчитана PSP-шкой. Дальше, если у меня PSP-шка имеет такой вид, PSP-шка в скобках, пусть t имеет вид вот такой какой-нибудь, u в скобках, тогда как будет работать мой алгоритм? Он сначала добавит открывающую скобку, круглую, затем будет обрабатывать u. Но раз u, PSP, то у меня стэк будет вести себя так. Вот в него вначале положили открывающую скобку, а потом он обрабатывает u, никогда вот сюда не заглядывая. Потому что раз u, PSP, то он, короче, будет только вот здесь вот, выше этой скобки что-то делать. Потому что по предположению индукции, да, как бы этот элемент можно было бы удалить, считая, что мой стэк начинается вот отсюда. И раз u, PSP, то он, как бы, весь алгоритм корректно отработает и никогда не будет пытаться обращаться к ней. Да, ну, как бы это элемент, его как будто бы нет в нашем стэке, то есть он там лежит, но мы к нему никогда не обратимся в процессе обработки PSP, потому что мы вот здесь вот никогда не обращаемся к, там, ну, элементу, который ниже нашего начала. Раз u, PSP, значит, мы что-то там подобавляли, что-то поудаляли. В итоге после обработки PSP у меня стэк будет пуст, да, и, ну, по предположению индукции. И мы закончимся здесь. Потом будет открывающая скобка, которую я, собственно, и удалю из стэка. Поэтому если t построено таким образом, то я, ну, у меня никогда не будет конфликтов, и в конце стэк очистится. Ну и, наконец, если t получается как конкатенация каких-то двух PSP-шек, t1, t2, то мой стэк работает так. Он сначала обрабатывает t1, то есть он изначально пуст, потом как-то обработал t1 и опять опустошился. Потому что раз t1 это PSP, то по предположению индукции, по построению, да, у меня t1 более простая, а значит, после ее обработки у меня стэк вернется в хорошее состояние пустоты. Значит, после t1 я пуст, и теперь я опять t2 обрабатываю, начиная с пустого стэка, опять t2 хорошая, значит, по предположению индукции у меня стэк закончится и опустошится к моменту окончания. Вот. Ну, значит, если у меня была PSP-шка, то мы победили. Просто вот индукция по построению обычная наша доказали базу Epsilon и два возможных построения PSP-шки, да, либо так, либо так, оба нам подходят. То есть оба доказали корректность. Все, ну и нужно доказать обратно, что если наш логеритм вывел VIN, то строка была PSP-шкой, но это там тоже, в общем, нужно эти рассудения просто провернуть назад. То есть, если у меня каждый раз были эти пары и все в конце опустошилось, то там, давайте посмотрим на первый момент, когда стэк стал пустой. Это произошло либо в конце вот здесь, вот тогда у меня так имеет, ну, такой вид имеет наша PSP-шка, либо, если он опустошился в какой-то момент времени, то я обработал PSP, и потом еще идет PSP, там, короче, индукция по количеству действий. В общем, на пальцах как-то так. В детали особо лезть не хочется. Так. Ну и, значит, я замечу, что это все осмысленно, вот это введение стэка осмысленно, только если есть хотя бы два типа скобок, потому что если есть один тип скобок, у нас есть хороший критерий, да, через балансы, что на каждом префиксе количество открывающих или количество закрывающих не отрицательно, а в начале и в конце нули. Ну, точнее, в конце просто ноль, в начале и так ноль. Это работает только, если у вас один тип скобок. Вот, например, здесь это не работает, да, у нас, ну вот здесь, да, здесь в начале скобочный баланс 2, потом приходит закрывающий, скобочный баланс 1, но, короче, так уже нельзя сделать, поэтому одного баланса нам считать недостаточно. Без стэка здесь я даже не знаю, как обойтись. Вот, ну главное, что одного баланса нам не хватит. Так, вот такая была еще задачка про стэк. Ну, последнее тогда, что мы сегодня обсудим, так, вопросов нету. Последнее, что мы обсудим, это разбор выражений в обратной польской записи. Разбор альфметических выражений в обратной польской записи. Так, кому-то говори, что это что-то, вот это словосочетание, обратная польская запись. Все знают даже? А откуда? А, ничего себе, у вас коматлок сильный, вот я не успел бы нам отлоги рассказать. Ну, тем не менее, у нас другой курс. Давайте я напомню, значит, не знаю там, давайте я буду корректные выражения обозначать множеством а. Пусть будет. Короче, а это множество всех корректных записей. Как всегда, эпислон принадлежит а. Ну и, значит, если... Так, чего? А, нет, давайте эпислон не принадлежит, а все-таки. Если х число, ну там, какое-то натуральное число, то просто написать число можно, это будет корректная, значит, формула, да, корректное арифметическое выражение. И, во-вторых, если φ и ψ принадлежат а, то есть у нас есть две корректные какие-то, корректных выражения, то можно написать так, φ, ψ, плюсик, φ, ψ, минусик. Давайте в целых числах будем работать, чтобы минус можно было делать. И φ, ψ, ψ, умножение, например. Фи, ψ, умножение. Значит, если вдруг кто-то не знает, z это все целые числа. 0, 1, минус 1, 2, минус 2 и так далее. Фи, ψ, умножение. Все это, все это тоже лежит ва. Корректные, да, значит, корректные записи в обратной поисковой аннотации. Корректное арифметическое выражение в обратной поисковой аннотации. Так, вот кому-то, кому-то в чате, кто-то в чате не знает, что такое обратная поисковая запись. И хорошо. Так. Прелесть в том, что здесь даже не нужны скобки. В отличие от наших обычных, да, от привычной записи, там, a плюс b умножить на c, нам нужны скобки, нам нужно понимать, в каком порядке все эти операции происходят. Здесь прелесть в том, что здесь все однозначно и никакие скобки не нужны. Значит, доказывали вы нам от логи или нет? Видимо, нет. Ну, давайте я особо вдаваться, давайте я напишу алгоритм, и потом, если останется время, мы что-нибудь поговорим про корректность. Значит, это вот то, что называется синтаксисом, да, если это мы описали, какие корректные бывают выражения, да, то есть, что является корректной записью. Значит, например, не знаю, можно написать 2, 3, плюс вот так, да, например, 7, 3 умножить. Вот, например, такая штука, это корректная запись, значит, корректное выражение в обратной польской записи. Теперь нужно внести, нужно внести значение, да, какой смысл у этого всего. Значит, давайте я это назову функцией E от слова evaluate, да, E из A действует в Z. Это функция, которая принимает корректное выражение в обратной польской записи и возвращает его значение в целых числах. Значит, как работает E? Во-первых, если X это целое число, то E от X равно X. Ну, понятно, если написано целое число, то его значение, это вот, собственно, оно само. Во-вторых, если, ну, вот, в общем, иду, иду по этому определению, да, и пишу, значит, как их вычислять? Ну, совсем понятно, да, все. То значение выражения φ и ψ плюс — это сумма значений выражений φ и ψ. То же самое φ и ψ минус — это E φ минус E ψ. Ну, и то же самое с умножением, да, умножение и умножение. Понятно, такая естественная естественная семантика. Вот облсинтекс — это семантика, то, как по выражению понять, да, чему оно равно, во что оно вычисляется. Значит, теорема. Наверное, без доказательства, что такой язык, да, такие правила построения обладают однозначностью разбора. Формулы в обратной польской записи обладают однозначностью разбора. То есть, если перед вами на доске написано вот такая штука, да, написано какое-то корректное выражение в обратной польской записи, то можно единственным лишь способом понять, по какому правилу оно было построено. Да, то есть, если оно построено было по правилу, что это просто какое-то число, то это понятно, просто число, да, его значение понятно. Либо же, если оно построено по вот этому вот индуктивному правилу склеивания двух правильных формул, то можно однозначно понять, какой из них, по какому правилу из них оно построено. И более того, φ и ψ вычислить тоже однозначно. Вот, например, здесь, вот если рассматривать это как, ну, как построено по второму правилу, то это будет умножение чего? Вот это вот будет φ, а вот это вот будет φ. Вот, например, так можно, ну, то есть, это единственный способ, как можно было получить такое выражение, что в конце стоит умножение, а здесь, ну, здесь какие-то два корректных выражения. Можно только так это разобрать. Вот, ну и можно посчитать, можно написать алгоритм, который по обратной поискозаписи вычисляет его значение с помощью стека. Давайте, ну, такое, допустим, значит, договоренность. Будем считать, что типы не переполняются. Что типы не переполняются. То есть, ну, грубо говоря, откуда-то вы знаете, что значение этого выражения там на всех этапах будет не больше, чем 10,18. То есть, ну, вообще говоря, можно написать какое-нибудь вот такое выражение, да, большое. 2 умножить на 2, еще умножить на 2, еще умножить на 2 и так далее. То есть, там какую-нибудь строчку длины 60, и которое значение уже там 2,2 в 30 примерно. Вот. Поэтому можно даже на короткой длине получить большое значение. Но мы там считаем, что типы не переполняются, и там можно все это за вот единицы считать. В общем, это там считаем, что это данность. Тогда алгоритм вычисления значения следующий. Так. Значит, пусть S это вот входная строка. Входная строка. S это либо число, либо арифметический знак. Либо число, ну, вот как вот это X принадлежит Z, да? Каждый символ, ну, не то, что символ, да, каждый элемент этой строки это либо число, либо арифметический знак. знак плюс минус умножить. Я не хочу делить, чтобы там на ноль не возникало всяких делений. Я его поэтому не включил. Не потому, что я забыл, что можно делить, а потому, что не хочется его включать. Так вот, значит, ну, чего, заводим стек в каких-нибудь там long-long-off, например. Да, long-long это просто тип, который в два раза больше, чем int, ну, обычно, в него помещаются числа порядка 10-18. Это на самом деле там 2 в 63 типа, чуть поменьше. Ну, в общем, 10-18 такое бытовое ограничение. Значит, давайте его назовем как-нибудь опять st. Что-то у меня сегодня с названиями. Туго. Ну, идем по нашей s. И опять меньше s.size плюс-плюс и. Если s это это число, тогда я просто его добавлю в стек st.push s и t. Пришло новое число, я его просто пихнул в стек и все. Иначе мне пришла операция и это на самом деле операция над двумя верхними элементами стека. иначе x равно st.top потом st.pop то есть я посмотрел на верхний элемент и удалил его y ну, то есть тут надо еще писать тип, да, long-long y равно st.top st.pop то есть я на него посмотрел сохранил и удалил ну и теперь нужно операцию правильно ввести да, то есть в стек вернуть значение выражения так, сейчас скажу какого значит если первый то видимо y ну вот здесь операция да, плюс-минус умножить в зависимости от того какое будет s и t x вот так то есть мы в стеке короче говоря храним все вот эти значения потом приходит нам операция я утверждаю что это операция вот эта s и t да, если это арифметический значок то мне его нужно произвести над двумя последними элементами стека так сколько у нас осталось времени две минутки ну более-менее вот-вот вот здесь это и написано вот давайте типа мы будем обрабатывать почему почему вот такой алгоритм в конце да, в конце так это я не сказал после этого цикла теперь в ст лежит корректное значение ну лежит значение выражения лежит e от s и больше ничего то есть там лежит одно число которое и равно значению нашего выражения e от s да, во что эвалиюруется то есть во что вычисляется исходная строка s ну вот давайте сюда смотреть на вот эти правила подсчета значения выражения опять чтобы доказать что наш алгоритм корректно считает значение выражения мы работаем индукцией по строке s если s это просто число база понятно да, мы положили число вот на первом же шаге и больше ничего не делаем оно и там будет лежать в конце если s получается как сумма каких-то двух ребят то есть корректное выражение корректное выражение тогда мы обработаем сначала это в конце по предположению индукции будет лежать значение φ потом обработается это добавится еще епси в конец стека и затем после обработки плюсика мы эти два значения достанем и положим сумму то же самое с минусом умножением значит такой алгоритм действительно да, проходит по всей строке линейно просто слева направо и насчитывает корректное выражение корректное его значение e от s так все если нет вопросов тогда спасибо до следующей недели ну смотрите я бы делал так значит давайте балансом я назову количество чисел минус количество арифмических знаков то есть раньше у меня баланс для пспшек это открывающие и закрывающие теперь я как бы число понимаю как открывающую а знак как закрывающую скобочку вот тогда я утверждаю что все что построено арифм арифм и